Привет, друзья! Меня зовут Анатолий. Сейчас пройдемся по станице Мигулинской. Это то место, где я родился и жил, где провел свое детство, собственно, и юность. Ну, юность, конечно, еще прошла и в школе, и в техникуме, и так далее. Ну, вот, собственно, это наш дом, и пойдем дальше. Это вот наш проулок. Там еще дальше широкая улица идет. В общем, пойдем по проулку, пойдем к школе. Сейчас, конечно, все поменялось. Вон, сами, как видите, собачка наша. Как вам? У кого-то и нет заборов, а вот такие вот кусты, да? Многие дома брошены, ничего нет. Ну, людей очень мало. Можно там вообще куда-нибудь сходить, до магазинов, или еще куда-нибудь по всей странице, и никого даже не увидеть. То есть, людей очень мало, много кто поразъехались. Но также и многие, кто здесь и понакупил дома, то есть, какие приезжие люди, там, из других городов. Приезжают сюда на лето отдыхать, чтобы купаться там на дону, на пляже, там. Ну, и, в общем, отдыхать летом здесь. Покупают люди здесь себе дачи. Вот, а я решил заснять это видео, чтобы, ну, просто, кому интересно, посмотрели, где я жил, да, где я учился. Ну, в общем, просто немножко посмотрели, да, прошлое. Вот, собственно, что, многое показать не смогу, потому что нет времени. Так немножко пройдусь. Вот. В будущем сходим и к дону, и дон поснимаем. Ну, это, может быть, если летом буду здесь, такие самые классные места. Покажу вам и летом. Вот. Ну, а сейчас пока просто пройдемся по странице немного. Вот. И покажу, что есть здесь, просто где учился и, в общем, где проводили свои годы. Вот. А, ну, еще и к озеру Гущевке спустимся. Она, в принципе, близко находится. Тоже можно посмотреть. Ну, собственно, такие здесь дома и улицы. Вот. О, кстати, тоже дом сгорел. Был чей-то дом, но сгорел. Вот. Такое ощущение, вот, когда раньше... Ну, сколько лет прошло? Ну, лет... Лет шесть или семь уже прошло. Естественно, были люди здесь, активно кто-то где-то ходил. Бегали дети. А сейчас не видно ни души. Вот. Поэтому можно смело снимать фильм ужастиков. Типа заброшенный город или поселок. Все подойдет для этих целей. И дома есть такие, где можно смело снимать фильмы ужасов. И все, что угодно. Но это я так, шучу. Ну, в общем, вот по этой дороге мы ходили в школу. Вот как я сейчас веду. Вот сейчас пойдем сначала к садику. Покажу вам садик. Где, собственно... Сначала я был в садике. Родители в садик отдали. Один год в садике. Потом в школе. А, кстати, у нас такая система была, что она была такая. Сначала ты год в садике, тебя держат, потом отправляют в школу первый класс, потом до пятого класса ты в одной школе учишься, после пятого класса тебя направляют в другую школу. Потом после седьмого класса еще в третью школу. В общем, я вам эти три школы сейчас покажу. Ну, одна школа очень сильно изменилась. Я расскажу почему. Чуть позже. Ладно, так идем поснимаем. Вот такие, собственно, у нас здесь дома, дворы. Ну, в принципе, земля здесь недорогая, и дом купить очень легко. Если там кто из города приезжает, легко может себе купить дом и с большим участком земли. Опять же, если кому хочется, то земля недорогая. У нас дома, дворы. Вот, собственно, это у нас такая нижняя улица. Там еще выше, туда если идти, то там верхняя улица. Но я туда не пойду, просто нет времени. У меня часик появился свободного времени пройтись прогуляться. А так там, естественно, наша станица такая большая. Там также дворы, дома. Ну, есть там уже побольше построек будет, выше. Вот, вон там часть синяя. Вот вы видите, да, это школа. Самая последняя, большая такая. Третья, точнее, как бы сказать. Вот это у нас такая почта. Почта России, что называется. Собственно, по этой дороге мы ходили и в садик, и в школу. И, в общем, жили мы близко, в принципе. Кстати, зайдем потом на школу. Внутри побродим, полазим. В садик, наверное, заходить не буду. Там, небось, сейчас уже кто-то есть. Все равно, наверное, бегает. Вот. А так здесь пройдусь. Вот, собственно, мы подошли и к садику. Вот. В этом садике когда-то меня заставляли спать. Очень насильно улаживали. Я не хотел спать. Я ревел, сопротивлялся, убегал. Но спать я никогда не любил. Вот. А тут, собственно, это был наш садик. И тут нас, собственно, целый год воспитывали. И чему-то, наверное, обучали. Конечно, тут вот этих сейчас стараний не было. Раньше было все по-другому. Вот. Сейчас уже немножко иначе. Вот. Ну, пройдемся. Пройдемся дальше, вглубь. Посмотрим. Посмотрим, что поменялось. Ну, поменяли все эти штуки. Понаставили всяких площадок. Раньше такого не было. Вот. Посмотрим, что еще здесь есть интересного. О, кстати, это. Поменялось. Деревья тут были вообще. На этом поле были деревья. Ну, не на поле, конечно. Это был как бы центр. Тут памятники стоят. Всякие. В общем, клуб. А то клуб. Вот. И, в общем, эта площадка, где-то, ну, 9 мая праздновали. Там клуб. Вот этот клуб считается. Там все танцы были. Здесь вообще было все засажено деревьями. Деревья стояли. Это просто все выпилили, вырубили. А это, собственно, садик. Где я когда-то учился. Не учился, а воспитывал. Ладно. Пойдем дальше. Пойдем теперь вернемся к школе. Мы, кстати, к средней школе мы ее прошли мимо. Она тоже находится вот прямо рядом с садиком. Вот эта школа. Вот здесь я когда-то тоже учился. До 5 класса я учился в этой школе. Вот здесь меня учили уму и разуму. 5 лет. Классная моя была, если не ошибаюсь. Память не изменяет. Это Наталья Александровна называли мою классную. Других учителей почему-то не всех помню. Вот, собственно, это моя школа до 5 класса. Конечно, интересно побывать здесь. Сейчас уже все закрыто. Не знаю вообще, работает здесь что или нет. Но, что поделаешь, в станицах и в деревнях работы нету, поэтому вся молодежь разъезжается и, собственно, все уезжают внутрь города. И правильно, я считаю, и делают. Вот, ну, это как раз была школа до 5 класса сейчас стоит. До 5 класса мы как бы учились здесь, до 5-6 в этом здании. А потом мы учились вот в этом здании. Тут уже мы учились 7 класс, видите, вот постарше. Вот в этом здании. Вот. Туалет. Этот туалет до сих пор еще стоит. Я поражен. Он до сих пор еще стоит, наверное, потому что я кирпичный. Вот. Я еще помню его, мы вот сюда бегали. А вот эта школа, когда мы учились, уже постарше были. Вот. Ну, а теперь пойдемте покажу вам третью школу, где я учился. Когда уже были 9-е, там, классы 8-е. Вот. Сделаем круг, обойдемся теперь. Обойдем. Вот. Ну, было интересно, в принципе. Как бы мы бродили, были полностью ни в чем не ограничены. Делали, что хотели. Вот. Ну, нас родители отпускали куда угодно, делали мы же что угодно. Ну, с малечкой как бы мы были свободными. И могли играться, где хотели. Было весело. Вот. Ну, давайте еще раз ходим. Сейчас мы на этот какого? На парк. Поснимаем там. А потом пойдем к третьей школе. Вот с третьей школы, с ней произошло большое изменение. Вот. Помимо с этими, то они как были, так в принципе и выглядят. А вот третья большая школа, она сильно изменилась. О, давайте поснимаем, как его. Подойдем к памятникам, поснимаем. Давно я там не был. В принципе, ничего не изменилось, но все равно интересно поснимать памятники. Ну, вот опять Ленин. Кстати, во многих станицах почему-то памятники Ленинов стоят. То есть, как бы, я уже вот с казанки Ленина видел памятник. Здесь опять этот Ленин. Если не ошибаюсь, это Ленин или не Ленин. Ну, в общем, это наш клуб. Идем дальше. Вот это клуб. Тут, кстати, мы... Тут и клуб, и спортзал. То есть, мы здесь и на танцы ходили. Ну, я особо не ходил вот в те годы на танцы. Практически вообще не ходил. Вот, ходили там в спортзал, там играли в баскетбол. И, собственно, как его... Бильярд там еще был в подвале. Бильярд. Туда еще некоторые ребята ходили бильярд. Ну, это, собственно, еще одни памятники. Такой вот памятник. Я даже, честно, и не помню, был он раньше или не было. Это, кажется, новый памятник. Вот я его не помню, чтобы он был. Да, это реально новый памятник. И этот уже новый. Да, это реально новые памятники. Вот их поставили, когда меня уже здесь не было. Ну, здесь, собственно, плиты такие с именами падших в боях. Еще один памятник. Ну, это как бы достопримечательности. Хотя для нас как бы всегда было интересно не это, да, не здесь как бы бегать, играть. Мы всегда любили где-нибудь на природе. Там, на Дону, на пляжах. Там, в различных горах. Вверху там. Блин, я вот забыл даже, как называются. Как они называются, эти горы. Ну, в общем, там, вверху, кто в Мигуленке жил, тот знает, что там за горы. Меловые горы. Ну, в общем, там. И так, чисто на природе было интересно бегать где-то, лазить. И играться. Вот. Ну, сейчас зайдем на нашу третью школу. Посмотрим, что там. Наши, те изменения, какие здесь. Ну, сами, как видите, да, вот, кому интересно, деревня и станица сейчас практически, я считаю, большинство в упадке. Ну, потому что все разъезжаются, уезжают работать в города. И вот тут практически никого не остается. Ну, и живут люди, конечно. Вот. Или ездят вахтой на заработки. Вот. А так, в принципе, людей очень мало. В деревнях и станицах очень хорошо, когда ты едешь там летом. Едешь сюда летом отдыхать на дачу, чтобы покупаться на дону, поотдыхать на природе. Вот. Вот, позагорать на песке, это отлично. Вот. Ну, а если жить здесь постоянно, то здесь просто тяжело будет очень выжить. Я, да, просто с этим считаю, я бы в деревне не выжил. Вот. Ну, я так считаю. Ну, или бы выжил, но, не знаю, тяжело бы просто жить. Потому что здесь ничего нет, ни работы, ничего здесь нет. Здесь люди как-то зарабатывают, но я не знаю, как бы я бы здесь выживал. В городе, я считаю, проще и легче. Ну, а, собственно, подходим к школе. Вот. Я вот уже сейчас вижу первое изменение, которое появилось, пока меня здесь не было, да? Вот я вижу сетку такую. Вот этой сетки здесь я не было раньше. А это у нас, собственно, такое огороженное поле. Площадка такая, огороженная. Огороженная площадка с воротами и с кольцом баскетбольным. Вот. Раньше все было по-другому. Раньше здесь была просто площадка, без всякого асфальта, без ничего. То есть, как-то сейчас уже по-другому все. Раньше бегали мы вот от тех ворот, вот от вон тех. Сейчас вот видно, не видно. Надо зайти вообще вовнутрь. Сейчас зайду вовнутрь. Вот. От тех ворот, от этих. И даю к краю. Ну, там были еще одни ворота. Вот. Раньше было так. И площадка баскетбольная была тут тоже посередине. Вот. А эта школа, как вы видите, здесь... Так, надо сейчас пролезть. Зайти вовнутрь. Многое поменялось. Вот. Эта школа была вообще другой. То есть, она была такого, то ли красного цвета, кирпичного такое. А потом она в один день сгорела. Мы как-то шли с братом в школу учиться и едут. Ну, там кто-то на второе приехал, говорит, куда вы идете, школа сгорела. Ну, мы не поверили, идем дальше. А потом еще кто-то говорит, куда вы идете, школа сгорела. Ну, а потом реально подходим и глядим, что школа сгорела. В общем, от этой школы когда-то осталось только стены голые и все. Ну, как, все, ничего не было, только были голые стены. А потом, через год или, не знаю, два-три, ее, собственно, восстановили. Ну, сейчас, конечно, сделали тут площадку. Ну, что, они ее закрыли на замок. Вон там, вижу, замок висит. И никому здесь не поиграть. А раньше было, что здесь могли, как бы, любое время бегать и играться. Да и вообще здесь всегда было много людей. В те годы всегда было много людей, люди. Постоянно кто-то играл в футбол или еще что-то. Сейчас никого, сами видите. Никого. Вон машина какая-то стоит. Вот, ну, давайте выходить. Вот по этим штукам и лазили вот до верха, до трубы. Кто-то я раньше долазил до трубы, потом залазил туда наверх и перелазил на другую трубу. То есть, такие вот были трюкачи. Так, ну, наверное, буду потихоньку идти к дому. Вот. Идти к дому. И как его? А, спущусь еще и Грущевке. Грущевку покажу. Не знаю. Если оно есть, конечно, то покажу Грущевку. Это такое озеро, которое находится прямо рядом со станицей, в том краю. Вот. Сейчас надо отсюда благополучно выйти. Хотя я не вижу, где здесь калитки, калиток и дверей. Ну, ладно. Вот, собственно, это школа. Здесь я доучивался там девятый класс, если не ошибаюсь. Или только девятый. Вот реально не помню. Так. Блин, а тут не выйти никак. Ну, ладно. Пойдем-ка мы. Пойдем так же, как и заходили. Через отверстие в заборе. Ну, что. Мы же русские. Пойдем в отверстие в заборе. Вот. Потом спущусь к Грущевке. И как... И уже там посмотрю, что там изменения какие. На самом деле, все разваливается. Наш дом тоже не исключение, потому что мы сюда приезжаем только там раз в год или два раза в год. И все. А так, естественно, все разваливается, все становится ветхим. Ну, и здесь заборы, и все падает. Все рушится. Ну, потому что, когда здесь не живешь, и то ты за этим не следишь, за своим, как бы, хозяйством, имуществом, поэтому оно и все рушится. Ну, все равно мы по мере возможности поддерживаем состояние, чтобы было нормальное, чтобы была возможность сюда приехать. Вот такие у нас моторолеры, кстати, ездят. А раньше было очень жестко. Сейчас их мало. Раньше тут столько этих моторолёков населось каждый день. А вон там, кстати, Гурчевка. Спущусь я, короче, к ней, но только чуть попозже. А сейчас идем дальше. Вот, собственно, это нижняя улица, которая также идет к моему дому. Вот. Идет к дому и посмотрим, что там. Кстати, дороги тоже стали какие-то хуже. Грязь разбитая. Ну, встретил первого человека. Ну, как, конечно, не первого. Я даже не знаю, кто это. Ну, кто-то еще здесь ходит. Кто-то еще здесь живет. Так. Ну, осталось спуститься к Гурчевке и посмотреть, что там у нас с озером. Конечно, когда я буду летом, я покажу, как у нас, ну, в наших краях хорошо, именно на Дону. На пляжах и так далее. где можно хорошо летом отдыхать. Вот. Ну, а сейчас, конечно, что, сейчас весна, 20 марта, холодно. Вот у меня уже руки замерзли, кстати. Вот сейчас особо здесь нигде не поотдыхаешь. Просто так прогуливаюсь. Ну, можно сходить туда, посмотреть, поснимать. Я предполагаю, что самого озера Гурчевки, наверное, уже нету, потому что оно раньше практически было высохшим. То есть, ну, может быть, если был разлив, то что-то и осталось. А так, скорее всего, наверное, ничего и нет уже. Ну, посмотрим. Посмотрим. Может быть, есть какая-то вода. А так мы вот сюда ходили, вот как я сейчас спускаюсь, ходили сюда тоже ловить рыбу на удочку. Ну и так, в принципе, плавали. Кстати, в этом озере я когда-то чуть не утонул. Ну, не здесь именно, где сейчас куда-то я спускаюсь, а вон там дальше еще вот так идти вдоль озера, с другой стороны, то там я один раз весной чуть не утонул. Провалился под лед. Вот. Ну, наверное, здесь ничего нету. Сплошная засуха, скорее всего. и воды я, наверное, не увижу. Но все равно интересно спуститься и посмотреть. Может, что-то поменялось. Ну да, я уже вижу, что поменялось. Помимо того, что воды нету, здесь уже прокатали дорогу прямо через озеро. Офигеть. И все заросло кустами. Вот так-то. Когда-то была здесь вода, что я не мог дна достать. И чуть не утонул. А теперь здесь можно перейти пешком. Перейти пешком и здесь идет уже дорога. Кто-то здесь ездит. Ну, естественно, эта дорога идет к Дону. То есть ездит к Дону напрямки. Вот. Вот так-то. Такие дела. вот такая у меня вышла прогулочка. Сейчас я еще посмотрю, что здесь. Что здесь такого еще интересного. Может быть, там дальше озеро есть? Может, оно еще не совсем высохло? А, ну да. Вот там я уже вижу какие-то проблески луж белые. Но туда не пойду. Далеко идти. Так, может, получится приблизить вам показать. Ну, там уже что-то виднеется начинается. Какая-то вода или что-то подобное. Вот. А сейчас пойду вдоль озера в пароулок, который будет везти к моему дому. Вот. Ну, вообще, реально все поменялось за несколько лет. Сильно все изменилось. Вот. Ну, пожив сколько лет? Ну, практически получается 21 год или сколько или 20 лет? Ну, не знаю точно. Прожив много лет в станице, да, в деревне и прожив 6 или 7 лет, блин, тоже не помню сколько точно, в Москве, да, есть и там, и там свои плюсы. Здесь, допустим, очень хорошо, что если у тебя есть свой дом, и то у тебя есть свой дом, вот, то есть, ты как бы полноценный хозяин, ты можешь шуметь, кричать у себя во дворе, делать, что хочешь. Тебе никто после 11 часов не скажет, что это делать нельзя, потому что, как бы, ты в своем дворе, ты хочешь музыку вырубай на полную, хочешь делать, что хочешь. Ну, и также, опять же, земля, двор и так далее. Ну, и плюс еще то, что речка, дон, пляж, это тоже большие плюсы для того, чтобы каждое лето отдыхать и ездить купаться и загорать. Вот, до дона от нашей станицы Мигулинской, ну, пешком где-то минут 15. Вот, если вот отсюда и туда в сторону дона, то где-то минут 15, ну, может, не знаю, 20, я даже не помню, давно не засекал. О, кстати, пойдем напрямки через озеро и вот прямо так в проволок пойдем. пройдемся. Кстати, я особо так никогда не гулял и мне понравилось. Понравилась такая прогулочка просто с камерой порассуждать, поболтать. Ну, не то, что поболтать, а поразмышлять, порассказывать, как все было раньше и показать, как является все сейчас. В принципе, это интересно. и я еще уверен вам что-нибудь такое интересное покажу в будущем. Вот, вот какая-то лодка лежит. Вот здесь мы катались и на санках тоже. Вот этот проулок. Вот здесь мы тоже реально катались на санках, разгонялись и спускались. И не подумайте, что с этой маленькой горочкой мы катались на санках. Мы катались на санках не только с этой маленькой горочки, а эта горочка начиналась еще аж еще дальше и сейчас я вам покажу где она начиналась она начиналась аж вон там вон там дальше 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 ну тут реально такие заросли что прям конечно сейчас уже здесь никто ничего не катается здесь ничего нет а раньше это было все по-другому каких зарослей не было сейчас все заброшено конечно естественно там где людей нет там где люди не живут там все зарастает травой бурьяном все рушится и разваливается потому что некому все это поддерживать также и со всеми домами и со всеми заборами ну и совсем хозяйством людей тоже самое происходит и у нас тоже самое в принципе ну а так в деревне хорошо я считаю в деревне хорошо жить только летом когда ты сюда приезжаешь отдыхать но это я для себя такой вывод сделал ну это собственно была как бы наша станица сейчас иду вверх по проулку к своему дому вот и буду готовиться собираться к отъезду снова в Москву кстати для собачки для достоверности информации чтобы не забыл когда я это снимал постараюсь ну приблизительно просто как проговорю дату это у нас сегодня либо 19 либо 20 марта 2016 года вот съем очковил посмотрим может быть захочется мне заснять через несколько лет а что изменилось и сравнить вопрос это должно забыть когда это снимал зафиксировать можно так сказать дату вот мы собственно прямо по курсу наш дом прямо по курсу наш дом так ладно с вами была ты любриках джин лав увидимся в следующем видео всем пока